Дальше можно вот так вытягивать, даже за ногу. Видно? Угу. Наверное, приблизил пальцем. Вот так вверху бегунок. Вот здесь. А, вот, не-не-не. О, нормально. О, да, приблизено было. Так, значит, заодно протестировали, если пяточка хорошо застает вообще. Значит, здесь воспаления нету, но пропальпировать. Седалищный нерв на предметы шасса можно. Если у человека тут боль по латеральной части, вот это здесь такая, а по неврозу жесткий, то это грыжи. Даже по точке можно определять, в каком сегменте грыжи. Идет всегда воспаление. Вот, у него нормально все. Дальше, как, так, на чем мы ставим? Да, вот так, да, у тебя? Угу. Так же самое можно и за хребет браться, застискать. Вот, к всей массе. Дальше, вот эти скруточки. Вот, взяли, почему я проверял. Вот там ему вначале, потому что тут, если будет спас, напряженный человеку будет больно. Вот тут вот, где лепень повздошных костей. Ну, ему просто шикодно. Вот. Видите, рука вот эта ровная левая. Если я согну, не будет тут силы. А тут я корпусом делаю. Вот. Можно вот так вот, рывочком. И за ногу мы уже пробовали, но на этом стре не сделаю. Ну, сошло высоко. На кушетке. Ну, мы вчера делали, да вы видели. Вот. Но, за лепень повздошных костей тоже хорошо. Можно начинать сверху, но я люблю снизу, как бы. Крестово-воздушное сочленение. Проблокируем. Ну, естественно, перед этим я упустил, но так как вы все массажисты, мы знаем. Можно разогреть. То есть, именно, приемы вам показывать не буду, но разогреть. Если нету грыжи большой, то можно делать массаж. Почему при грыжи нельзя делать массаж? Не потому, что человеку будет плохо. Наоборот, человеку будет хорошо от массажа. Но, во время массажа организм вырабатывает провоспалительный цитокин. Называется мейкин. И они снимают естественное воспаление. А именно воспаление лечит саму грыжу. Оно ее съедает. Это, в этом заключается метрезорция. Мы это воспаление, физиотерапию голым и подстегуем. Понятно? А физкультура и массаж убирают воспаление. Поэтому на время лечения грыжи массаж и физкультуру меняют. То есть, нельзя убирать воспаление? Ну, конечно. Надо, чтобы оно... Если ты воспаление уберешь, воспаление это естественный процесс... Там макрофаги приходят и съедают. Так же само, как если ты будешь убирать температуру про лечени грипа. Уже давно доказано, когда гриб температуру 38,2 не избивает. Как раз эта температура вирус и съедает. А вот выше уже сбивают. Чтобы организм сам с этим боролся. Да. Температура тела... От этой температуры этот вирус умирает. Нет, он не умирает. Ты его нагрел, мы... Это защитная реакция. Вот. Поэтому наши деды и челюсти... Кимпич горячий прикладывали. Горячее горячее тепло, как у нас лазер сейчас, он тоже... Утюга, билетиар. Они воспаление подстегивают. То есть дрожжи ты как-то делаешь. Усять батареи к теплу. Помнишь? Самогунчик, дрожжи, тесто туда. Тепло усиливают, да. Вот я могу разговаривать. Вот так вот, видно, я корпусом делаю. Вот, корпус. Корпус. Значит, дальше. Поближе ко мне ложись. Ближе сюда. Да, еще, еще, еще. Стол высокий, но будет понятно. Ножку мобилизации. Вот, тут придется так держать. Потому что тут-то уже и на носки не станут. То есть вы поставили на КПС. Руку и можно локоть и мобилизируем. Чувствуешь, как идет растяжечка? Вот. Можно так и угребенять. Так, так. Угу. Дальше. Вот так вот. Тут я больше сюда латерально ставлю руку. Вот где уже идет большой вертел. Более на выдержание кушинке, да? Да. И, видно, я руку меняю угол. Вот. Именно вот сюда упор. Выворачивается большой вертел. Я его чувствую, я его придерживаю. Это мобилизация. Дальше. Сюда. Угу. Это очень хорошо у больных, эти связки. Вот. Очень классные упражнения. Вот. И пальцами я контролирую по сеточным суставам и позвонкам. Вот. Короткие такие движения. Вот. Ножку эту выравниваю. Эту сюда. Почему на самый край. Угу. Ничего не дергаем. Человеку так. Вытягиваем его. Вот. Угу. Вот тут можно локтем, ну, на такой высоте локтем удобно. Давай на другую сторону. Вот.